Вы смотрите новости в студии Яна Таран. Здравствуйте! Результаты школьного перемирия в Донбассе обсудят сегодня в Минске. В белорусской столице состоится заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Напомню, договоренности о прекращении огня на время начала нового учебного года были согласованы в Минске на предыдущей встрече в формате ОБСЕ «Украина-Россия». Они начали действовать с полуночи 25 августа, однако ситуацию коренным образом в зоне соприкосновения это не изменило. По-прежнему здесь гибнут люди и не стихают взрывы, хотя напряженность на линии фронта снизилась. В коммерческой тайной частной компании пытались незаконно завладеть двое жителей Бреста и Минска. Их прозревают в промышленном шпионаже. Обоих фигурантов дело задержали с поличным при передаче взятки в городском парке. Мужчину отдали 2500 долларов заместителю начальника цеха крупной фирмы. Взамен они хотели получить сведения о технологии производства полимеров, лаков и красок. С таким прецедентом сотрудники Брестского управления по борьбе с организованной преступностью столкнулись впервые за 10 лет. Конкретно в данном случае, благодаря тому, что руководство одного из коммерческих предприятий города Бреста предприняло все меры к защите своей информации, удалось привлечь именно к уголовной ответственности лиц, которые незаконно собирали сведения, составляющие коммерческую тайну. То есть было разработано положение о коммерческом тайне и в документах этой фирмы было прописано, что лицам, работникам предприятия запрещается распространять те иные сведения, составляющиеся коммерческую тайну. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям, в том числе коммерческий шпионаж. Ураган Ирма вплотную подошел к американскому штату Флорида. Ранее шторм достиг максимальной пятой категории опасности. Это уже оценили жители Доминиканской республики и Гаити. Там буря с женским именем была беспощадна, уничтожены небольшие деревушки. Транспортного сообщения больше нет, впрочем, о жертвах не сообщается. Тем временем губернатор Флориды объявил режим чрезвычайного положения и массовую эвакуацию. Отмечу, что Ирму по мощности сравнивают с печально известной Катриной. Этот ураган, самый разрушительный за историю США, в 2005 году уничтожил 80% нового Орлеана. Прошла любовь и полетели помидоры. С помощью красного овоща группа людей выразила протест фрау Меркель на предвыборном выступлении. Политика попала лишь пара капель, но пятно на репутации теперь куда сложнее вывести. Это первое столь громкое несогласие с действиями железной леди Бундестага. Впрочем, вида она не подала и речь закончила. Кто кидал в канцлера томаты, полиция не установила, протестующие скрылись в толпе. Отмечу, что сейчас Германия готовится к выборам в Бундестаг. Голосование пройдет 24 сентября. Так закалялась сталь. Лучшего в мире кузнеца выбирали в итальянской стии. Со всей планеты посоревноваться в том, кто же образцовый молотобоец, приехало свыше 200 участников. Это студенты и, конечно, закаленные мастодонты. Тема конкурса, который проходит лишь раз в два года, мечты. Чтобы выковать счастье, три часа и строгие правила. Гордон, наковальня и молот. Никаких современных технологий. И лучшими из лучших по традиции стали норвежцы. Впрочем, у подобного форума есть еще одна цель. Показать, что металлисты живы и никаким 3D-принтерам не отнять их хлеб. Крупное ДТП в Турции, в провинции Севас. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Погиб один человек, еще 17 в крайне тяжелом состоянии, доставленный в больнице. Среди пострадавших много женщин и детей. Полиция отцепила место ДТП. Согласно официальной информации, все участники аварии граждане Турции. Из-за чего транспортные средства столкнулись, правоохранители не установили. Отмечу, что дороги Турецкой республики известны своей опасностью. За 10 лет погибло 42 тысячи человек. Несколько дней назад смертельное ДТП попала и наша соотечественница. Алексей Волков, телекомпания СТВ. В Беларуси планируют усложнить практический экзамен для мотоциклистов. Сейчас, чтобы получить водительские права категории А, нужно выполнить три элемента. Движение по прямой с переключением передач, габаритную восьмерку и колейную доску. Однако опытные байкеры отмечают, что эти задания слишком легкие. И начинающие мотоциклисты оказываются не готовы к вождению в реальных условиях. Новые правила вступят в силу через 6 месяцев с момента опубликования. За это время будут подготовлены площадки для сдачи экзамена, а также детально проработаны дополнительные элементы. Всего их три. Специалисты считают, что упражнения помогут подготовить мотоциклистов к маневрам в потоке. В Витебской области села на мель норвежская яхта. Судно весом около 6 тонн сделало вынужденную остановку в 10 метрах от берега у деревни Бурое в Дубровинском районе. На борту трое граждан Норвегии. Они опускались под Днепру со стороны Смоленска в направлении Турции. Сейчас службы МЧС в Беларуси оказывают необходимую помощь, чтобы путешественники продолжили путь к Черному морю. 15 добрых дел к 15-летию БРСМ. В день рождения организации активисты Белорусского республиканского союза молодежи отмечают трудовыми акциями. Так, сегодня они будут работать в строящемся молодежном патриотическом центре в Брестской крепости. В Минске волонтеры устроят праздник для воспитанников одного из детских домов. Не менее насыщенный добрыми делами день будет и в Витебске. Впрочем, праздничные проекты под девизом «Только вместе и только вперед» проходят по всей стране. Белорусский фольклор на китайский лад. Наши сказки, легенды, загадки теперь будут читать и в Поднебесной. Благодаря совместной работе ученых двух стран уже вышел сборник образцов народной мудрости. Пословица поговорок. Всего же планируют издать многотомник, который будет посвящен памятникам духовной культуры нашей страны. Семь книг переведут не только на китайский, но и на английский языки. К слову, коллекция древнебелорусского искусства насчитывает более 20 тысяч произведений, а коллекция традиционного народного костюма – одна из лучших в Европе. Такова информация на этот час. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Присоединяйтесь также к нашим группам в социальных сетях. Следующий выпуск в 13.30. И я прощаюсь с вами до этого времени. Субтитры создавал DimaTorzok